Вторая мировая, подвиги, которых не было Борис Соколов Обозреватель, Украина 10 мая 2018 года Миф, 28 гвардейцев-панфиловцев Официальный миф, не претерпевший изменений с советских времен, гласит, что 16 ноября 1941 года 28 бойцов 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-го В этой дивизии во главе с политруком Василием Клочковым у разъезда Дубосекова под Москвой ценой своей гибели на 4 часа задержали продвижение 50 немецких танков, уничтожив 18 из них Всем им посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза Министр культуры Владимир Мединский заявил, что история 28 панфиловцев – это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться А люди, которые это делают, мрази и кончены Само обсуждение вопроса о достоверности этой легенды, по его словам, кощунственно Как было на самом деле в 1948 году выяснилось, что один из героев панфиловцев, сержант Иван Добробобин, остался жив и служил в немецкой полиции В связи с этим главная военная прокуратура провела расследование истории 28 панфиловцев Оно установило, что 16 ноября 4-я рота была уничтожена Из 140 человек уцелело 20-25, остальные погибли или попали в плен Согласно немецким документам, части 2-й немецкой танковой дивизии, атаковавшей разъезд Дубосекова, как раз 16 ноября добились наибольших успехов по сравнению с другими днями наступления По оценке канадского историка Александра Статьева, Дубосековы атаковали 10-15 немецких танков, из которых бойцы 4-й роты могли подбить не более одного танка Статьев, Александр, Лагардемиурт Маиснисенпась, Анчагаинонте 28 панфилов, Эрройс слеш слеш критика, Эксплоратионс инруссиан антивруссиан истеры 13.4. ФАЛ-2012. П. 769-798. Миф, подвиг 5 моряков-севастопольцев согласно советскому мифу, запечатленному в рассказе Андрея Платонова о духотворенной людей, сохранившемуся до наших дней 7 ноября 1941 года усиление дуванкой под Севастополем 5 моряков во главе с политруком Николаем Фельченковым ценой своих жизней уничтожили 10 немецких танков, бросаясь под танки со связками гранат, и остановили немецкое наступление Сейчас имя Николая Фельченков носит большой десантный корабль Черноморского флота Что было на самом деле в этот день у немцев не было под Севастополем ни танков, ни штурмовых орудий Единственный немецкий дивизион штурмовых орудий был отведен еще 6 ноября в Бахчисарае за огня советской корабельной артиллерии Николай Дмитриевич Фельченков, согласно большинству имеющихся документов, погиб в декабре 1941 года, и ни в одном документе ранее 1944 года в качестве даты его гибели не указано 7 ноября Какой смысл было бросаться под танки со связками гранат? Только затем, чтобы собственным телом ослабить силу взрыва Ведь если удалось подобраться к танку почти вплотную, гораздо проще бросить гранату или бутылку с горючей смесью ему под гусеницу Но пропаганде требовалась именно жертвенность Герои должны были уничтожать врага ценой собственной жизни Впервые подвиг пятерки Фельченкова начали массово тиражировать в дни, когда катастрофой окончилась операция советских войск на Керченском полуострове 19 мая 1942 года в Севастопольской газете «Маяк» коммуны появился очерк старшего политрука мира Кагута «Подвиг пяти черноморцев», где назывались фамилии и имена всех пяти краснофлотцев Но Кагут пропал без вести при взятии Севастополя немцами, и нельзя установить, откуда он взял информацию обоиуду Ванкоя Также отсутствуют документы, фиксирующие подвиг пяти моряков-севастопольцев в период после 7 ноября 1941 года Статья Кагута, появившаяся полгода спустя, является самым ранним свидетельством подвига Фельченкова и его товарищей Миф, подвиг Александра Матросова 23 февраля 1943 года, в день 25-й годовщины Красной Армии, рядовой 2-го батальона 91-й стрелковой сибирской добровольческой бригады Александр Матросов в бою деревни Чернушки под Великими Луками в Псковской области закрыл грудью амбразуру немецкого дзота, чем обеспечил успешное продвижение вперед своего подразделения В наше время корректировке подверглась только дата подвига, 27, а не 23 февраля и деревня, не Чернушки, а стоящая рядом с ней деревня Плетень На встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи 21 июля 2017 года Владимир Путин, говоря о российских солдатах, воевавших в Чечне, заявил, что очень важно, они шли под пули, не думая, что завтра о них будут говорить Как сегодня вся страна говорит об Александре Матросов или о других героях Великой Отечественной войны Они просто выполняли свой долг перед народом Что было на самом деле никто из авторов донесений или воспоминания подвиги Матросова не видел самого момента, когда он закрывал амбразуру Они видели лишь его тело, лежавшее возле дзота Между тем закрыть своим телом пулеметную амбразуру просто невозможно Даже одна винтовочная пуля, попавшая в руку, неизбежно сбивает человека с ног А пулеметная очередь в упор наверняка сбросит с амбразуры любое, даже самое грузное тело Пытаясь модернизировать миф ради его сохранения, заместитель редактора журнала «Родина Семена Экштуд» утверждает в недавней публикации Матросов поднялся в полный рост, рывком бросился к дзоту, и своим телом закрыл амбразуру Это был не акт отчаяния, но вполне осознанный выбор На несколько секунд огонь из дзота прекратился Эти секунды и решили исход боя У немецкого пулеметчика, испытавшего сильнейший психологический шок На несколько мгновений сократился сектор обзора Тело матросова мешало вести прицельную стрельбу И когда пулеметная очередь отбросила его от амбразуры, наступающие красноармейцы уже успели добежать до мертвого, непоражаемого, пространства дзота Все это чистая фантастика Непонятно, почему немецкие пулеметчики должны были впасть в шок К тому же матросов был бы сражен еще до падения на амбразуру Даже если бы он закрыл обзор пулеметчику, это продолжалось бы всего пару секунд За это время красноармейцы не только не успели бы совершить бросок к дзоту Но даже не смогли бы понять, что пулемет замолчал Первый автор донесения, инструктор политотдела старший лейтенант Петр Волков Увидев труп матросова, ошибочно решил, что он был убит, когда закрыл амбразуру Отсюда и родилась легенда Миф, подвиг Николая Гастела Согласно советской версии, сохранившейся до наших дней Командир 4-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного полка 42-й авиадивизии Капитан Николай Гастела и его экипаж После того как самолет был подбит с земли Развернули свой пылающий бомбардировщик ДБ-3Ф Ил-4, над деревней Декшниной врезались в колонну вражеской техники На шоссе Радошковичи, молодечно в Радошковичском районе Вилейской Ныне, Минской, области Белоруссии Что было на самом деле, когда в 1951 году предполагаемую могилу Экипажа капитана Гастела в Декшнянах вскрыли Чтобы торжественно перезахоронить останки героев В ней были найдены документы капитана Александра Спиридоновича Маслова Командира 3-й эскадрильи того же 207-го полка И членов его экипажа Самолет же Гастела упал в болото рядом с шоссе И там были найдены документы его членов экипажа Но не самого Гастела Путаница произошла из-за донесения командира Единственного уцелевшего в том бою советского бомбардировщика Старшего лейтенанта Федора Воробьева Он утверждал, что самолет Гастела упал на колонну немцев Тогда как другой самолет экипажа под командованием Александра Маслова рухнул на лес Согласно показаниям очевидцев Один член экипажа Гастела вылез из командирского фонаря и Сделав несколько шагов по крылу, спрыгнул вниз Он благополучно приземлился с парашютом и, раненый, был взят в плен немцами Также в архивном списке безвозвратных потерь против экипажа Гастела Есть приписка, один человек из этого экипажа выпрыгнул с парашютом Кто? Неизвестно Судя по описанию, единственным спасшимся был сам Гастела Его дальнейшая судьба неизвестна Он либо погиб в плену, либо остался на Западе Но в СССР точно не вернулся Согласно боевому донесению, самолет упал метрах в сорока от сбившей его зенитной батареи Причем нет данных, что он вообще нанес ей какой-либо ущерб Кроме того, учитывая вес и аэродинамические качества ДБ-3 Этот бомбардировщик даже при выходе из строя одного мотора практически терял управление Поэтому направить его на какую-либо цель не было никакой возможности Случаи, когда подбитые советские самолеты падали на вражеские колонны Были до 26 июня 1941 года Но нет данных, что это было сознательное решение пилотов Так, немецкий военный врач Генри Хаапи, основываясь на дневнике, описал Как 22 июня 1941 года немецкие истребители уничтожили группу бомбардировщиков Первый из них, охваченный пламенем, перешел в беспорядочное падение и устремился вниз Вскоре за ним таким же факелом последовал второй У третьего самолета оторвал одну плоскость, и он тоже, кувыркаясь, устремился к земле Помню, меня тогда еще поразило, насколько медленно они падали От самолета, оказавшегося без крыла, отделились две человеческие фигурки А вот над ними раскрылись и купола парашютов Наши истребители продолжали свои атаки до тех пор, пока в небе кроме них не осталось больше ни одного самолета Оказалось, что один самолет упал на артиллерийскую колонну, и ХАПИ пришлось оказывать помощь 9 обожженным, тогда как 15 солдат были убиты Но при этом никто не заподозрил, что самолет врезался в колонну преднамеренно Миф, подвиг Константина Засланова Один из предводителей белорусских партизан и подпольщиков Константин Засланов Погибший в бою 14 ноября 1942 года и посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза В советское время был одним мифологизированным героем войны Ему посвящались фильмы и пьесы Миф о нем сохранился до наших дней Согласно официальной версии, с декабря 1941 по февраль 1942 года возглавляемой им группой подпольщиков Ворша было устроено 98 успешных крушений поездов и выведены из строя более 150 паровозов, а также основные станционные сооружения Вынужденный уйти к партизанам, Засланов возглавил партизанскую бригаду, которая действовала столь успешно, Что немцам пришлось снять с фронта и бросить на борьбу с ней три дивизии войск СС А за голову Засланова они будто бы назначили награду в 50 тысяч марок и два имения Как было на самом деле все, что сообщается о Засланове, чистая фантастика Если бы все это было бы правдой, снабжение группы армии Центра в период советского контрнаступления под Москвой было бы полностью парализовано, чего в реальности не было Все сведения об успехах Засланова и его товарищей базировались на собственных донесениях Засланова, имевших мало общего с действительностью В лучшем случае с помощью угольных минут и за два с небольшим месяца работы Засланов и его люди с помощью маломощных угольных минут и могли повредить 5-7 паровозов Никаких боев с регулярными германскими дивизиями Заслановцы не вели Против них действовало не более двух полицейских батальонов, состоявших преимущественно из бывших советских военнопленных Число убитых партизанами полицейских в лучшем случае составляло несколько десятков человек, а не более тысячи, как утверждал сам Засланов Также нет никаких данных из немецких архивов о том, что когда-либо объявлялась награда за голову Засланова Те же, кто еще помнил партизан Засланова в 90-е годы, рассказывали, что они ограбили деревню и пьянствовали в лесной страшке неподалеку от деревни Тарас, Анатоль, о невероятных подвигах к Засланову и его товарищей Минск, Ибек, 2017 Когда в начале 70-х годов в Орше были волнения из-за нехватки продовольствия, протестующие повесили на памятник Засланова обглоданную собачью кость и плакат с надписью «Вот за что ты боролся, Костя» Миф – потопление Вильгельма Гуслова Подвиг Александра Маринеска Советский подводник Александра Маринеска 30 января 1945 года на своей лодке С-13 потопил в Данцикской бухте лайнер Вильгельм Гуслов 25 484 БРТ Крупнейшее по тоннажу судно, потопленное Советским флотом, на котором погибли 3700 офицеров Цвет германского подводного флота, составлявший экипажа для 70-80 подлодок, а также сотни женщин, надзирательниц концлагерей 10 февраля Маринеска также потопил германский вспомогательный крейсер генерал Штойбен – 14660 БРТ Гитлер объявил Маринеска своим личным врагом Приказал расстрелять капитана Гуслова и командира конвоя, сопровождавшего лайнер А также объявил в Германии трехдневный траур в связи с гибелью Гуслова Это был выдающийся подвиг советского подводника, повлиявший на исход подводной войны Как было на самом деле Вильгельм Гуслов шел без конвоя Нехватка топлива заставляла двигаться прямым курсом, без выполнения противолодочного зигзага, со скоростью всего 12 узлов Так как повреждения корпуса, полученные ранее при бомбардировках, не позволяли развить максимальную скорость в 16 узлов, на которой лодка Маринеска не смогла бы его догнать К тому же Гуслов, шедший по коридору в минных полях, получил ложную радиограмму о том, что на встречном курсе находится соединение германских минных тральщиков На лайнере включили опознавательные огни, чтобы избежать столкновения, что сделало его хорошо видимой мишенью На борту Гуслова находились 10 582 человека, в том числе 918 курсантов младших групп 2-го учебного дивизиона подводных лодок, для которых лайнер служил плавучей казармой 173 члена экипажа судна, 373 женщины из состава вспомогательного морского корпуса, 162 тяжелораненых военнослужащих и 8956 беженцев, в основном стариков, женщин и детей Всего было спасено 1239 человек, в том числе и больше половины из 918 курсантов Генерал Штойбин был госпитальным судном, а не вспомогательным крейсером На его борту находились 2680 раненых военнослужащих, 100 солдат, около 900 беженцев, 270 человек военного медперсонала и 285 членов экипажа судна Из них спаслось 659 человек, из которых раненые составляли около 350 Гитлер никогда не объявлял траура в связи с гибелью Гуслова Эта легенда родилась из-за того, что в связи с убийством 4 февраля 1936 года в Давосе студентом-евреем Давидом Франкфуртером Фюрер нацистской партии в Швейцарии Вильгельма Гуслова, в честь которого был назван лайнер, действительно был объявлен траур Ни один из четырех капитанов Гуслова не был расстрелян, и все они были спасены из воды Гитлер никогда не объявлял Маринеско своим личным врагом Он даже не знал имени капитана лодки, потопившего Гуслов Кунге Спасите наши души Вильгельм Гуслов, триумф и трагедия Слеж-слеж историк и художник, 2006, номер 4, 10